И вот промах, да, у нас? Итак, друзья, я вас приветствую. Приветствую любителей охоты, приветствую фанатов игры The Hunter, приветствую просто людей, которым интересно это видео. Значит, сегодня мы будем охотиться на базе Silver Creek, по-моему, так она называется. Сегодня будем охотиться мы на индюка. Почему? Ну, потому что, во-первых, я как-то пытался подстрелить эту вредную птицу, все время она от меня убегала, и у меня это не получилось. Во-вторых, я взял на нее задание, за которое нам обещают дать 100 игровых монет. Это, по-моему, EM они называются, или JM. Ну, я, если честно, куплюсь еще до сих пор в них. Это не суть ваги. Так, как раз мы подстреляем одного индюка, нам капает денежка, и просто мы смотрим, как на него охотятся. Так вот, прежде чем начать, давайте традиционно я вам покажу, с чем я буду охотиться сегодня. Это моя полуавтоматическая винтовка 20-го калибра. Вот она, моя красавица. Патроны к ней, три пачки. Дальше. Я купил манок, у меня оставались деньги, после того, как я приобретал наборы для стрима, и для утины, и гусиной охоты. У меня осталось много денег, и я решил купить этот манок. Беру бинокль, ну, мало ли, вдруг встретим каких-то других животных, найдем и попытаемся их как раз-таки подстрелить из лука. Из лука я еще ни разу не стрелял, не пользовался, мне интересно это сделать. Вот. Традиционно я беру спрей, который отталкивает, отпугивает, короче, устраняет наш запах. Вот. Такие вот дела. И теперь давайте посмотрим на одежду. Я приобрел комплект одежды, вооружений и всего прочего. Как раз-таки у меня был недавно стрим. Кто не видел, посмотрите. Стрим был по новой локации. Там мы добыли новых животных. Были трофеи такие, как новый олень, медведь и горный баран. К сожалению, не нашли мы куропаточку. Ну, тем лучше, наверное, даже остается интрига. Сделаю обязательно по этой птице видео в свое время. Вот. Также в этом наборе вот у меня шла одежда, которая сейчас на мне. Это летний камуфляж и осенний камуфляж. Ну, там были вышки. В общем, если интересно, посмотрите сами. Почему этот камуфляж? Ну, во-первых, он, я так понимаю, в этой игре подходит для леса летнего, который представлен на каких-то локациях. Но здесь, например, конкретно указаны сетмер трипсы. Это меня радует. То есть здесь он точно будет работать, да? И эта вредная птица, я надеюсь, нас подпустит близко к себе на расстояние выстрелов. Потому что в прошлый раз действительно она меня постоянно вычисляла. Я ее не видел. Она улетала от меня, убегала. Так что вот, нехорошая такая птица. Ну, наверное, все по оборудованию. Наверное, все по вооружению. Ну, давайте посмотрим на карту. Давайте посмотрим, откуда мы стартуем и куда пойдем. Я выбрал верхнюю базу. Почему? Потому что, ну, тут есть несколько вышек. Вот первая, да? Вот вторая. Они все недалеко. Вот третья. Ну, и можно сказать, четвертая тоже относительно. В относительной близости от базы. Вот здесь, на этой базе, как видите, вышек меньше. И они гораздо дальше идти. Вот и вся причина. Вот. Первой будет вот эта вышка. Потом будет вот эта. Если нам не везет, идем так. И так. Вот. Как раз охват территории у нас будет достаточно приличный. Вот такие дела, друзья. Итак, ребята. Все показал. Все рассказал. Отправляюсь в путь. Каким он будет. Если по пути что-то будет интересное. И, естественно, вы это все увидите. Если нет, то уже встретимся на вышке. Все. Удачи мне. До встречи. Худо-бедно, но добрались мы до вышки. Ни по кому не удалось так ни разу выстрелить. Все индюки разбегаются с бешеной скоростью. Поэтому буду ждать. Берем манок. Работаем манком. И ждем. Наша засада начинает давать какие-то плоды. Отозвался индюк. И он где-то рядом. А вот пока я его не вижу. Но кричал действительно прям недалеко. В общем, не так много времени прошло с того момента, как я сел на вышку и начал работать манком. Так что такая тактика себя вполне оправдывает. Мне кажется, это лучше, чем бегать по лесу. Единственная проблема, как бы его разглядеть. Тут в траве его не очень хорошо видно. А судя по всему, он где-то близко. Ну и опять же, на вышке говорят, что можно стоять в полный рост и животные и птицы тебя не видят. Не знаю, так это или нет на самом деле. Сейчас все и проверим. Итого. Вот у нас есть индюк. Сейчас я вам его покажу. Вот он. Сначала хочу я его определить, кто это самец или самка. Это самка, да? Первое. Теперь. Стрелять, как и любую другую птицу, наверняка надо в лед. Но они, зараза, тупо убегают от меня. Поэтому, не знаю, я попробую первого пристрелить с земли. И сделаю я это из лука. По крайней мере, я это попробую сделать. Для того, чтобы не шуметь и не распугать потенциальных других животных, которые могут быть. Вот промах, да, у нас. Ну да, плохо. Ну, с другой стороны, я не нашумел. Как интересно прицеливаться из лука. То есть, по этой планке, наверное, да? Вот, придется стрела вообще куда-то. Ее будет видно, нет? Да, вон стрела. Это, конечно, надо делать все на полигоне. То есть, есть кто не знал, может быть, кто не играет в эту игру. Есть полигоны на базах. Там стоят мишени. Там, но полигоны для разного оружия, там, насколько я понимаю, да? Вот. И надо найти и потренироваться, в общем-то, будет. Хотя, не знаю, может быть, и здесь получится. Вот, вы слышали, кричала еще какая-то индейка или индюк. Не знаю, давайте попробуем. И вот решение о том, что применить лук было верным. Оказывается, их тут несколько подходило на мои звуки. Хотя, кричала только вот эта самочка. И пусть я в нее не попал, но я не распугал других. Так что, это мне, во-первых, на заметку. Ну, и для вас тоже наглядный пример. Ну, я так думаю, что это может пригодиться для вас. Издалека, издалека к нам идет индюк. И вон еще. Вот это самец, насколько я понимаю, да? То есть, красная голова, такой огромный хвост. И вот, о, еще. Да, ну, действительно, когда я сюда шел, много же их было. Я их слышал. И как они убегали, видел. Вот. Но тут еще, по-моему, где-то ходят они. Так что, решение о том, что применить лук, было правильным. Пусть. Так, кто-то тут бегает, топает уже. Прямо подо мной. Но я не вижу. Решение применить лук было правильным, да? И пусть я не попал. Ничего страшного. И пусть даже нельзя стрелять их наверняка с земли. Тоже ничего страшного. Но первая моя задача, просто будет подстрелить индюка. Как я и говорил, уже из принципа. Они мне надоели. Неуловимые какие-то. Так, кто-то бегает. Может быть, прям под вышкой, не знаю. Ну, прям где-то близко. Очень близко. Я не могу пока понять, где. А, вот птица стоит в кустах. Сейчас я вам попробую показать. Вот он. Вот он, красавчик стоит. Это не бег был. Это звук расправляемых крыльев или хвоста, что ли. Не знаю. Так. Ну что. Я, опять же, попробую использовать лук. Давай, дружок. Чуть-чуть ближе. Чуть ближе. Отсюда, боюсь, не попаду. Тем не менее, даже если я сейчас буду использовать лук, я думаю, что те могут испугаться. Ребята. Так. Готов один, да? Это хорошо. Первый выстрел по птице, по этой, принес хороший результат. Ну, сколько раз я стрелял? Это третий раз я стреляю из лука. Нормально, в общем. Пойдет. Так. Этих я, наверное, буду стрелять все-таки из рыбовика. Полагаю, придется свистеть, как на фазаны, чтобы они взлетели, да? И пробовать в лед его снять. Получится, нет? Ну, посмотрим. Там что, или еще один самец идет? Да, смотрите, да тут их много. Тут их много. Так, один встал, и, наверное, он больше не пройдет дальше. Такая особенность игры. Застревают животные и птицы, какие-то препятствия. Этим, конечно, можно пользоваться. Вопросов нет. Но это не очень спортивно, конечно. Вот он стоит. И он как бы идет, но он стоит. Так. Получается, я видел одну самку, по которой стрелял. Это раз, второго мы пристрелили, и еще четыре птицы, да? Итого шесть штук. И вот еще кто-то кричит. Вот, опять же рядом. Вот, вы смотрите, смотрите, какая красота. Прям поперло. И опять он, наверное, упрется в преграду и будет там стоять. Так, есть второй. Второй. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь, да? Отлично. Отлично. Вот это меня радует. Это месть индюкам за все мои промахи, за все мои хождения, брождения по лесу, когда я ходил еще с одноствольной винтовкой, бесплатной, без камуфляжа, без манка. Вот. Так что, да. Теперь день расплаты. Одного, наверное, еще с лука я заберу, а какого-нибудь оставлю под винтовку. Хотя, конечно, этого бы всего Эльдорадо не было, если бы даже первый раз я выстрелил из винтовки, это раз. Второе. Если бы я ходил, бродил, я тоже бы этого всего не встретил, разнообразия. Итак, ну, вот, кстати, сейчас будет еще один эксперимент. Индюки близко друг к другу, достаточно. Ага. И вот они испугались. Это была моя ошибка, да? Ну, ладно. Испугаться-то испугались. Но, я думаю, далеко они не должны все-таки убежать, разбежаться. Выстрелов не было же. Вон они полетели куда. Побежали даже, не полетели. Хорошо, раз вы разбежались, друзья мои, пойдемте проверим мы с вами тогда наших птичек, что они из себя представляют. Потому что в следующий раз придется, наверное, долго приманивать. А может быть, я вообще на другую вышку сейчас пойду. Итак. Ну, тем не менее, смотрите. 8,8 килограмма. Целостность трофея 100. Левая легкая. Шея. Дистанция 22 метра. Ну, даже очки дали. Значит, наверное, все-таки я могу из лука стрелять их не в лед, а могу их стрелять, получается, просто с земли. И, наверное, так. Ребят, не в курсе. Подскажите мне, пожалуйста, огромная просьба в комментариях, все ли правильно я сделал. То есть, можно их стрелять из лука или вообще даже из винтовки с земли этих индюков. Я так понимаю, да. Почему? Потому что, если бы нельзя, тут были бы нули. Да? Давайте сфотографируемся. У меня нет индюков. Вот у меня первый индюк. Я вам не врал о том, что я ходил-ходил очень долго за ними. И у меня не было возможности их подстрелить. Там еще кто-то кричит уже. Так. Хочу я вот так сделать. Наверное, не самая удачная фотография, но пусть будет так. Идем проверим второго. Что он из себя представляет. И так, смотрим. Так, ну этот побольше. 9,2 килограмма самец. 35 там ЦСС, 30 очков. Целся с трофея. Попали мы туловище правое легкое, сердце левое легкое. Ну, в общем, насквозь мы его рубанули. Давайте я попробую с ним сфотографироваться. Потому что тот как-то не очень получился. Так, ну ничего лучше я не мог придумать. Как-то индюки не фотогигиеничные. Вот. Ну, пусть будет так. Ну что, теперь надо подумать. Оставаться ли мне здесь? Или идти на следующую вышку? Давайте, наверное, все-таки прогуляемся для разнообразия. Что сидеть на одном месте? Двуху мы взяли здесь самцов. Это нормальный результат, как по мне. Так что не будем задерживаться. Пойдем дальше. Ну что, друзья мои. Никто не откликается на наш зов. Единственное, вот пришел к нам олень. Самочка. И кто-то еще там кричал. Не знаю, наверное, буду завершать и охоту. Разбежались наши индюшки. Так. Двухвостый олень, да. Вот. Ну что, попробовать. Ради. Ради эксперимента. Так, есть. И олень, кстати, сражен у нас на повал, да. Никого мы, опять же, не напугали. И там, вот. Ну, сейчас уже нет. На хантармейте мы пропустили. Момент не увидим. Ну, я не знаю, где. Где-то мы находимся сейчас здесь, да. Где-то в стороне. Где-то здесь, наверное, кричал еще один. Но я за ним уже не пойду. Итак, друзья мои. Давайте подведем итоги. Какие выводы я для себя сделал. Ну, первое. Конечно же, если есть у вас лук. Сами видели, да. Можно по-тихому настрелять. Если уметь стрелять. Не как я, опять же. Можно настрелять достаточно много птицы. Они даже не поймут, что произошло. Вот. Стрелял я по четырем. Да, по четырем. И попал по двум. Двоих я, соответственно, и забрал. Вот. Тактика такая. Вполне рабочая. Это для меня, по крайней мере, это лучше, чем ходить по лесу. По лесу, особенно где густые заросли, я их как-то не вижу. Они близко подходят. Потом начинают убегать. И все заново. По кругу. Так. Ну, вот давайте еще. Где мы прошли? Индюки. Значит, на этой вышке. Давайте. Давайте вот так. Я все очищу. Не нужно. На этой вышке. Может быть, я и зря, что утром не пошел, сразу на нее не дошел. Есть индюки. По крайней мере, следы прямо под вышкой. Значит, они там ходили. Здесь есть индюки, да? Сами видели. Соответственно, вот здесь и здесь я не видел ни одного следа и ни одного крика. Не слышал индюков. Может быть, мне просто так повезло в кавычках сегодня. Может быть, их там нет. Но для себя сделал вывод, что есть медведь. Вот. Где-то в этом районе, да? Ходила пара медведей. Здесь я никого не слышал, кроме оленей Рузвельта. Вот такие вот дела. Что еще? Мне ребята сказали, что время неважно для охоты на животных и конкретно на птиц. Но знаете, у меня складывается стойкое убеждение, что все-таки это не так. Утром, что утки, что гуси и, опять же, теперь индейки, они гораздо активнее. Может быть, это связано с тем, что просто вот я появляюсь где-то, да? И через какое-то время просто расходится птица, разбредается там животные по карте и все остальное прочее. Но это было бы все так, если бы я не заметил по гусям и уткам интенсивность полета стаи. Я, например, видел, что утром они летают гораздо чаще, к обеду уже гораздо реже. Вот такие вот дела. Ну, для тех, кто не имеет премиумных вещей, что я могу сказать? Ну, удачи вам, ребята. Это я говорю без сарказма, потому что все-таки тяжело с одноствольным ружьем, будет без камуфляжа, без манка, охотиться на индейку. Но это действительно возможно. Ну, если есть хоть какая-то возможность, то приобретите себе вот такой манок. И пусть без камуфляжа, и пусть без крутых винтовок, но с одноствольной бесплатной винтовкой и дробью. Вполне вы можете также выманить на себя птицу и также удачно на нее охотиться. Вот, ребята, все, все рассказал, наверное, опять же, все показал, что хотел, что удалось показать и рассказать. Всем удачи, всем больших трофеев и пока. Да, чуть не забыл, что-то я рано, наверное, попрощался. Давайте просто посмотрим на эту самку. Итак, белохвостый олень, 40, ну, пусть 3 килограмма. Так, ну, вот очков нам не дали, это самка. Но повредили, видите, повреждения даже стрелой, достаточно серьезные. Так что, в принципе, если это был бы самец, ну, наверное, было бы то же самое. Вот такие дела. Все, теперь точно все. Пока. Продолжение следует...